Давайте сначала о сермине. Кибербуллинг — это запугивание и травля с использованием цифровых технологий, то есть в социальных сетях, приложениях для обмена сообщениями, на игровых платформах и в мобильных телефонах. Это повторяющиеся эпизоды, цель которых — напугать, разозлить или опозорить. Именно с этим столкнулась Даяна Симбаева. Еще подростком у девушки случился конфликт с другим блогером, который, грубо говоря, натравил на нее свою аудиторию. Итог — несколько попыток суицида. Эти люди писали университету, моим родителям, чтобы я умерла, чтобы у меня все было плохо. Они настолько сильно воздействовали на общество, которое меня окружает, что мне говорил об этом чуть ли не каждый человек, которого я встречала на своем пути. В конце концов, я просто сдавалась, плакала. И на фоне этого у меня развились и психические болезни, и вот эта постоянная нестабильность, перепады настроения. Это было достаточно тяжело пережить, когда тебя ненавидят миллионы людей. Избавиться от постоянного страха девушке помогла только психотерапия. А вот наши депутаты предлагают новый механизм, который, по их мнению, поможет в борьбе с кибербуллингом. Схема такая. Если ваш ребенок подвергся травле, вы обращаетесь в Министерство информации и общественного развития. Там ваш запрос рассматривают три дня, а затем направляют его официальному представителю, той соцсети, где и произошел инцидент. По словам депутатов, за сутки весь неприемлемый контент должны удалить или ограничить доступ к аккаунту. Понятно, что от всех зло ребенка не уберечь, поэтому важен контакт и контроль, считает депутат Мажелиса Динара за Киево. Лично я не ограничиваю детей, но, естественно, мы как родители объясняем, каким образом нужно пользоваться, что есть опасные сайты, что есть опасный контент. Мы интересуемся, на каких социальных платформах или сетях находятся дети, что они используют. И, естественно, объясняем, как реагировать, что, прежде всего, мы родители рядом, что можно также обратиться в школе к своему преподавателю, если ты чувствуешь, что в отношении тебя проводятся какие-то действия. По словам депутата, в прошлом году 173 ребенка покончили жизнь самоубийством. А по данным Национального центра общественного здравоохранения, в том же году с жалобами на травлю в соцсетях обратились 78 тысяч казахстанцев. Наказание за буллинг и кибербуллинг есть, и административное, и уголовное, но привлечь к ответственности могут те, кто старше 14 лет. А что с хулиганами помладше? Если вы не обратитесь в полицию с заявлением, им все сойдет в сруб. Но если вина будет доказана, наказание понесет родитель. А вот обращение в Министерство информации никакой ответственности не подразумевает. Ни для детей, ни для взрослых. Об этом говорит юрист Айгерим Кусаин Каза. У нас есть несколько статей. Например, это Кодекс административного правонарушения, статья 73-й, пункт 3-й, клевета, и Уголовный кодекс, то есть первая статья, это оскорбление. Оскорбление у нас, уголовный вид ответственности, у нас 16 лет, а по административному 14 лет зависит. Но у нас в Казахстане проблема такова, что у нас, я думаю, родители не ведут такую беседу с детьми. Например, если какую-то клевету написал в адрес другого ребенка, то будет какой-то вид ответственности. Сегодня за буллинг в соцсетях можно заработать штраф до 600 тысяч тенге из правительной или общественной работы. Это максимальное наказание. За кибероскорбление у нас в тюрьму не сажают. Адиль Балтабаев и Нурсултан Саулет специально для студии СССР.